Апокрифы Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как относиться к апокрифам? Насколько они полезны и необходимы? Апокрифы — это тексты, которые повествуют о тех или иных евангельских событиях, но несколько под другим углом. И часто эти тексты кардинально противостоят каноническим евангельским текстам. Они делятся на несколько видов. Самые распространенные — это апокрифы гностические. Было такое течение, религиозное течение, еще до христианства, на самом деле, возникшее, пришедшее в древнюю церковь с Востока, которое предполагало, что Христос сказал не все. Точнее, апостолы Матфея, Иоанн, Лукай, Иоанн записали только то, что можно читать профанам, людям непосвященным. На самом деле, он говорил намного больше и дал некоторые тайные знания, сокрытые. И их сохранили вот эти писатели. И появилось огромное количество текстов уже в I веке, в которых эти тайные знания раскрывались. Мы же любим все такое. То, что неизвестно никому. Такие всякие тайные заговоры, мировые правительства, секретики, которые раскрыты только избранным. Ведь это так приятно чувствовать себя избранным. У тебя не жизнь, а просто не в экзегете будет сказано. Но ты чувствуешь чувство избранности. Ты не такой, как другие христиане. Они простецы. А я знаю больше. И начинаются все эти бесконечные рассказы о том, кто такой Христос, кто такой Бог, и что на самом деле надо делать для спасения. И по смыслу эти тексты очень сильно отличаются от канонических Евангелий. Их очень легко отличить. В принципе, они продвигают греческую философию, неоплатонизм и вполне себе языческие идеи под лицом, под оберткой христианства. Есть еще другая категория апокрифов, которые пытаются заполнить лакуны в существующих Евангелиях. Допустим, мы знаем, что младенец Христос родился, потом небольшую историю с 12-летним отреком Иисусом, и потом сразу выход на проповедь лет около 30. А что ж было от 12 до 30? И начинаются Евангелия детства Иисусова, Евангелия еще какие-нибудь тибетские, куда там Христос ходил знания получать. И понеслось. Древняя церковь провела огромную работу, узнавая тексты канонические, те, которые действительно говорят истину, и отвергает себя тексты придуманные. Ведь авторского права не было, никто не мог прийти в какое-то патентное бюро и сказать, так вот, я эту книжку пишу, и я точно видел все своими глазами. Нет, писали что угодно, и эти тексты расходились с огромной популярностью. Церковь постоянно писала, что смотрите, вот, настоящие канонические Евангелия и послания, это вот Марк, Луки, вот апостола Павла такое-то, от Петра такое-то, а не вот это вот все, там Петра переписки, там Петра с Никодимом или еще с кем-нибудь. В каждой церкви был свой список канонических книг, именно потому, что существовали вот эти апокрифы, необходимо было вот узнать, какой текст говорит истину о Христе, а какой ложь. Ну и дальше уже к 4 веку окончательно сформировался канон 27 книг Нового Завета. Апокрифы сохранились или в оригинале, как, допустим, Евангелия Теуды, или в такой глухом цитировании разных отцов церкви, которые полемизировали с ними, допустим, в книге Ирине Леонского «Против вересей» и в других трудах отцов-апологетов. Про некоторых николаитов упоминает даже апостол Иоанн в своем Евангелии, тоже ранние гностики. Читать ли их? Ну, когда ты уже прочитал все 27 книг Нового Завета, уже прочитал всевозможные толкования на них, плаваешь в этих текстах, как дельфин в воде, уже неплохо разобрался с Ветхим Заветом. И вообще, знаешь, латынь, еврит, греческий, английский, еще что-нибудь. Ну, такой настоящий библеист. Ну, для общего развития можно и почитать. А вот нам, простым батюшкам, простым матушкам, простым прихожанам, оно нам надо? Не надо. А то прочитаем не крепшим умом, еще и поверим, что это какое-то действительно тайное Евангелие. Какой взрыв был в мировом обществе, когда открыли Евангелие Теуды. А, никогда мы этого не знали. Вот теперь раскрылась новая тайна. Да ничего нового, о нем знали еще с II века, с IV. Так что не поддавайтесь никаким басням о том, что эти книги-то особенные, что церковь их отвергла, потому что там раскрывалось что-то в адрес церкви вредное, что могло бы принести вред церкви, то, что нам нельзя было знать. Нет. Это подложные тексты, которые просто мимикрируются под христианство и выдаются как нечто истинное. Да, мы этот период прошли, поэтому историки могут почитать, а нам оно не надо, я вас уверяю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok